Калининградская пловчиха В Новой Зеландии прошли Всемирные ветеранские игры, в которых принимают участие спортсмены от 25 лет и старше. На 45 спортивных объектах Окленда выступило 28 тысяч атлетов из 100 стран мира. Одним из 28 видов спортивной программы стало плавание, в котором сборная России завоевала 54 медали. Одной из лучших на водах бассейна стала Калининградка. Тренер-преподаватель по плаванию спорткомплекса «Юность» Наталья Олещенко. Соревнуясь в категории 60-65 лет, Калининградка выиграла дистанции 200 и 400 метров комплексным плаванием, а также победила в составе российской четверки в комбинированной эстафете 4 по 50 метров, проплыв свой этап стилем «Баттерфляй». Серебряные награды Наталья Олещенко завоевала на 100 и 200 метрах плавание «Баттерфляй», а также проплыла 1500 метров на открытой воде, где тоже взяла серебро. А бронза досталась ей за участие в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем. Все подробности триумфального выступления нам рассказала сама героиня всемирных ветеранских игр Наталья Олещенко. Прямо сейчас она в эфире Радио Спорт ФМ Калининград. Когда я поехала на игры ветеранов, у меня была мысль, если я получу одну, буду довольна, как огурец. А в итоге получилось семь. Когда мы ехали, уже были вывешены стартовые листы, и по предварительным результатам я везде была первая-вторая. Но тут еще больше загорелось, что нужно обязательно завоевать уже больше, чем одна медалька. Но дело не в очень хорошей форме, а дело в том, что все остальные, наверное, послабее. Чемпионат мира будет в этом году в Будапеште. В августе месяце сначала я поплыву по болото на открытую воду, три километра, а потом буду стартовать в бассейне. Но там уже будет конкуренция намного выше. Чемпионат мира – более серьезное мероприятие. Во-первых, всех благодарю за поддержку, потому что, когда уезжала, все желали только победы. И во время проплывания дистанции я чувствовала, что Калининград за мной. Далее об интересных спортивных событиях, которые прошли на территории региона на прошедшей неделе. На востоке области в городе Советский прошел 25-й международный турнир по греко-римской борьбе памяти Валентина Бабинова. В спорткомплексе «Дружба» выступили свыше 180 представителей стран Балтии и регионов России. Борцы из Калининградской области смогли завоевать 18 наград разного достоинства. Одним из самых ярких финалов стал решающий поединок в супертяжелой категории, в котором калининградец Александр Васильев смог со счетом 12-8 победить соперника из Москвы. Также отмечу и самого старшего участника турнира. Им стал воспитанник Валентина Бабинова, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Сергей Янковский. Он вышел на ковер в 53 года. А на арене «Центра созвездия» прошел турнир «Калининград Open Cup» по спортивной аэробике. В соревнованиях приняли участие команды из 15 регионов России, а также сборные Литвы, Эстонии, Казахстана и Алжира. Столь представительной компанией и медалистками домашних соревнований стали три спортсменки из Калининграда, завоевавшие золото индивидуального зачета и бронзу в состязаниях троек. На мототрассе на Северной горе прошел розыгрыш четвертого международного мотокросса памяти Александра Савченко. Также этот турнир был этапом первенства России. Триумфаторами первенства стали Дмитрий Томилов, Илья Круглов и Денис Лебедев. Но это были не единственные чемпионы турнира. Медали и кубки получили также Павел Можайский, Василий Трифонов, Сергей Вишневский, Татьяна Петрова, Михаил Саракулов и тандем Степанов-Черенко и Олег Егоров. В индивидуальной номинации за волю к победе отметили участника класса ветераны Руслана Горбунова из Железнодорожного. Самым массовым получился заезд новичков, где стартовало 19 мотокроссменов. Далее в программе «Спорт для всех» речь пойдет о футболе. Близится развязка первенства Футбольной национальной лиги. В весенней части сезона Калининградской Балтики удалось значительно сократить отставание от спасительной 15-й строчки в турнирной таблице. От 10 очков осталось всего лишь три. В преддверии важнейшего домашнего матча с Краснодарской Кубанью, который состоится в эту субботу в 15 часов, балтийцы провели открытую тренировку. После нее в течение двух с половиной часов на вопросы журналистов отвечали генеральный директор команды Тимур Липсая и председатель совета директоров Балтики Александр Шендерюк-Житков. Главные итоги прошедшего мероприятия специально для «Спорт-ФМ Калининград» подвел пресс-атташе балтийцев Сергей Кандалов. Главное это то, что правительство Калининградской области помогает футбольному клубу, оно его не бросило в трудный момент. А если мы помним прошлую осень, это действительно был очень трудный момент. То есть команда находилась и в плачевом турнирном состоянии, финансовое положение тоже было очень-очень тяжело, люди не получали зарплату по несколько месяцев. В данный момент, вот на сегодня, видно, что правительство области, лично губернатор, внимательно следя за развитием футбольного клуба «Балтика», определены направления этого развития, направления возрождения футбольного клуба «Балтика». Вот уже прозвучало то, что «Газпромбанк» будет помогать футболу, и в частности футбольному клубу «Балтика». «Балтика» жива, «Балтика» борется до последнего за возможность выступать в дальнейшем в ФНЛ. И самое главное то, что Александр Владимирович Житков сказал, и его поддержал Тимур Константинович Витсайя. Если все у нас будет хорошо, то цель у клуба одна. Это «Премьер-лига» и это «Еврокубки». Добавлю, что в весенней части первенства ФНЛ калининградцы одержали 4 победы, а средняя посещаемость домашних матчей команды увеличилась вдвое. Продолжаем с футболом. В минувшие выходные и праздничные дни стартовал юбилейный 70-й чемпионат области по футболу. В соревнованиях высшей лиги в этом сезоне принимают участие 12 команд. В первом туре действующий чемпион региона Калининградский «Шторм» на выезде уверенно победил команду с «Дюшор» номер 5 со счетом 4-1. Дублем в составе «Шторма» отметился Дмитрий Федорченко. Один из главных конкурентов калининградцев в этом сезоне команда «Лукойл» светлая разгромила красную звезду из Советска 6-0. Также отметим убедительную победу молодежной Балтики. Калининградцы со счетом 4-0 обыграли футбольный клуб «Неман». Отмечу также центральные матчи второго тура. 7 мая воскресенье на стадионе «Сельма» состоится дерби двух калининградских футбольных школ. Молодежная «Балтика» сыграет с футболистами с «Дюшор» номер 5. А в день победы 9 мая в «Светлом» состоится интересный матч, в котором сыграет местный «Лукойл» и опытнейшая команда «Искра» из «Балтийска». Начало обеих встреч в 15 часов. И далее о событиях, которые нас ждут в ближайшие дни на территории региона. С 9 по 12 мая в Калининграде состоится чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе «Фулл контакт с лоу-киком». Соревнования пройдут в манеже спорткомплекса «Юность» и соберут лучших кикбоксеров страны. Все подробности крупного спортивного события нам рассказал президент региональной федерации кикбоксинга Валентин Бендасов. 300 участников, 45 регионов. Калининградские участники. Дмитрий Арбузов, победитель Кубка мира 2015 года. Идарья Михайлова, бронзовый призер России, первенство России. Ильхом Истрагимов, неоднократный победитель чемпионата и первенства области. Победитель международных турниров в Литве. Чемпион северо-западной зоны. Николаева Элеонора, бронзовый призер чемпионата и первенства России в разделе К1 этого года 2017. Возраст маломладшие юниоры 15-16, юниоры 17-18, 19-е и старше. Здесь будет отборный чемпионат мира и Европы. Соревнования начинаются 9 мая, день победы. Открытие 10 мая в 13 часов. Но предварительные поединки будут проходить 9-го, 10-го, 11-го и 12-го числа финала. В субботу и воскресенье 6-го и 7-го мая в центре созвездия на улице Гагарина 99 пройдут международные соревнования по художественной гимнастике «Балтийская весна-2017». Начало ежедневно с 10 часов утра. В воскресенье 7-го мая в физкультурно-оздоровительном комплексе БФУ имени Канта состоится Кубок Калининградской области по рукопашному бою. Начало соревнований в 10 часов. А сильнейшие каратисты со всей страны разыграют во Дворце спорта «Юность» медали соревнований «Балтика Оупен». Начало поединка в субботу в 10 часов, в воскресенье в 11 часов утра. И еще раз напомним, что в субботу, 6-го мая, Калининградская «Балтика» проведет один из важнейших матчей сезона. На своем поле «Балтийцы» встречаются с Краснодарской Кубанью. Начало игры в 15 часов. Это была программа «Спорт для всех», которая выходит в эфир при поддержке регионального агентства по спорту. Я поздравляю всех с наступающим днем Великой Победы. В студии работал Олег Богачев. Насыщенных спортивных вам выходных. Пока!